КОНЕЦ 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 Банки тысяча. Я мажу сто. Идёт. Дай. Господа, прошу пожертвовать в пользу увечных войнам. Ах, увечные бесконечные. Сняйте победу, получайте наличными. Победа обеспечена. Победа обеспечена. КОНЕЦ Ваши денежки пахнуты воблою, а в рясницах зубы напитя. МОЛТОННИКОН Не забудьте отчистить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Харьков! 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 А ты приехал? Ничего же, хелка, ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня я должен совершить историческое дело. Вас познакомить. Я же Микеладзе, герой Перемышля, носитель золотого оружия. А это вернейший сын грузинского народа. Очень рад. Пойдем. Нам, сынам Грузии, больно видеть, как бьется грузинская кровь за русский интерес. Мы бы предпочли видеть вас среди грузинских патреонов. Судьба Грузии, как и всей Российской империи, решается там, на полях сражений. Мир Российской империи сочтены. Герески не вжжут. Будущая Россия — это колония Европы. Будущая Грузия — это форпост Европы на юге. Украина на востоке, Финляндия на севере и, вероятно, Сибирь на дальнем востоке. Колонии Европы? Но это вы через край хватили. Сегодня нам разрешаются великие проблемы Грузии. Я вас не совсем понял, господин Карумидзе. Поверьте, князь, что мы видим происходящее с исторической точки зрения. Что же, собственно, вы мне предлагаете? Я имею связь с легионом цариц Томари. Легион сформирован недавно в Германии. Может быть, вы... Оставьте меня. Простите, господа. Объясните, что случилось? Объясните, там непонятно. Подтвою мульс. Береги себя, мишель. Иву-ка. До свиданья, мама. До свиданья. Общий привет. Прощай, прощай, не беспокойно, не буду писать. Осторожно, это укрепляющие. Бывайте, если пришелиться. Война до победного конца. Ладно, сотрымся он застал. Прощай, родной, не забывай меня. А что, не храдис к нам едет? Ничего, мы с ним договоримся. КОНЕЦ Какой отряд? Петроградский. Как у вас в Петрограде? А что? Что делает циротели? Какой циротели? Как какой? Наш циротели, министр. А, этот, толчет в воду в ступень. Ага, сестричка-птичка-невеличка, а как а то костер. А то ли костер подальше от сестер, правда? Да. Кого долго выбирать выражение? Что за отношение какое-то? Не понимай, кто старше, кто младше. ... Петроградский. Стоять. Приехали. КОНЕЦ Ведения, гадетка. Острая да, шаха. Что? Острая. Кто-то из полкового комитета. Я из полкового комитета. Мне нужен Ершов. Могу за него. Нет, мне нужен именно он. Зови, Ваня. Ладно, иду. По какому делу сестрица? Не медикаменты привезла? Да. Медикаменты. Сдать сочу? Так бы и сказала. Давай, я приму. А вы знаете? Знаю. Применим сестрица. Батюшки Светлана! Я, дядя Вася. Вот медикаменты вам привезла. Вовремя. Ну, давай, давай. Ну, что у нас нового в Питере? Все в порядке. Молодец. Так. Поеду дальше, дядя Вася. Ну, езжай. Эх ты умница. До свидания, товарищи. На! Эй! На, вот. Растай. Дальше поехали. Смелая какая. Чего говорить? Верная. А, как ее зовут? Светлана. Ци-ци-на-тела. Чего это? Ци-ци-на-тела. Это по-нашему светлячок. Светлана. Чем-то... Чем-то... Субтитры создавал DimaTorzok 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 штаб да 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 полковник да да что что такое что вы говорите они отказываются наступать понимаю приказываю наступать а а а а а а КОНЕЦ 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 Но еще так. Вошли еще так! possibly вы HOW RON'T KAMRAA! ранее, корр! изменять! Местные хлопники, пошли! Комарат, комарат, здравствуй! О, здравствуй! Доброго здоровья! Здравствуй, комарат! На мой, комарат, хочется? Работать! Видишь, сколько земли изгадили! Хлеба, хлеба, видишь? На, бери! Брут! Брут, комарат! Спасибо! Ну вот что, ребята, чего мы тут сидим и друг дружку караулим? Мы своего Николая спихнули! А вы, Вильгельм, пихайте, пихайте! Вильгельм! Амина! Брут. Уграя! 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 ГWS Эрик! Уграя! 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 Ты же на моем времен! ГОНЕТ cart Tutaj, гoo pollution! КОМ! КОМ! Моня! Ленин! Ленин, ГУТ! О, Ленин! Ленин, ГРОССАРТ! ГУТ! ГУТ! Пошли. Пошли. Тосковырка. О, мая. Высади, высади. Высади, не стесняйся. Выходи. Ну. Потанцуй. Мой брат, брат. Ага. Руд. Поехали. Прицел 10-2. Волшуйся. 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 Павле. Брат. А что матери сказать? Волшуйся. Библь нарвей рысь! Библь сорли рысь! Библь чудо богатыри рысь! Библь, нарвей рысь! Ирг已经 упICAь. Гузов шелковые. Видно, не на полковом котле охорчился. Виблий, журлий Русс! Вели армии, боже дарай, не комплименты. Это прады миракли. Пардон. Пардон, мой едино. Виблий, армии Русс! Виблий, чудо-бахатрый Русс! Снидай, журлий. Снидай, журлий. Пойдем, пойдем. Снидай, журлий! Снидай, журлий. Снидай, журлий! КОНЕЦ 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 Что это такое, генерант? По-видимому, демонстрация произойдет. Прикажут себя разогнать ваше происходительство? Ни в коем случае. Ну, фонераль. Они толкают нашу страну вверх. Кто толкает? Я говорю о большевиках. Они что тебе? Поперек горло встали. Пойдем, братцы. А то у них нет! Пошли, пойдемте, лежать. Пойдемте, лежать. Ну, пойдемте. Пойдемте. Лучи! 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 Я думаю, нам лучше уйти отсюда в стын министр. Вы боитесь, генерал? Да вы. Я за вас боюсь к стын министрам. Какие глупости! Я умею словом держать массу. Теперь уже никакие слова не помогут. Придется образумить в стын министрам. Проводите-ка, сына министрам. Все дома. Сильгу плен. Редактор субтитров Н. Редактор субтитров Н. Стоило рабочим и крестьянам, загнанным в огопы, протянуть друг другу руки, как заработали пулеметы. Кто враги, спрашиваю я вас. Вот эти. Вот они. Кто приказал стрелять? Офицеры. Временное правительство. Доберемся до временного. Доберемся. Вот это наша типография, товарищи. А-а-а-а! Здорово! Здравствуй! Главный-то тут? Тут он. Ну, идем. Ну, поехали. Это вам, материальщики. Это тоже вам. Анна Алексеевна! А-а-а! Светлановочка приехала. Да, вот приехали. Вы что, товарищи, материал привезли? С чего? Материал привезли? А-а-а, да, да-да. Целу кучу материалов. А-а-а! Ош! Будо три набереться. Нам бы главного здесь повидать, а? Редактора? Угу. Главного? Он, он сейчас придет. Да вот он, кажется, придет. Добрый. Вот эти гранки. Да-да. Вот эти. Ага. Здравствуйте. А-а-а! Здравствуй, хозяйка! Приехала? Да. Отлично. Вот товарищ из фронта. Вижу, Ершов. Дядя Вася. Да-да. А это вот наш Панасюк. Это я. Здоровенько было. Здорово. Делегаты? Да-да. Так. Ну, как у вас там на фронте? Раньше на фронте в грудь били. А приехал, перетели, в спину начали бить. Наши ребята хотели с ним рассчитаться. Да смылся. Рассчитаться? Никогда не поздно. Ну, устраивайтесь, товарищи, я сейчас. Так это передавица Владимира Ильича? Да-да. Так. Ну, конечно, это пойдет. Кто расстреливает столь же определенную часть солдат? Кто расстреливает столь же определенную часть войска в армии? Вот эти палачи – это реальная власть. Церетели, Черновы, министры безвласти, министры куклы, вожди партии. По-моему, вы здесь пропустили. Нет-нет, не может быть. Давайте все-таки обратимся к рукописи. Я же вам сказал, видите, министры безвласти, министры куклы, вожди партии, поддерживающие палачество. Поддерживающие палачество. Да смысл же тот, и тот, да не тот. И вообще, давайте не будем править Ленина. По-моему, он неплохо пищит. Не правда ли, товарищ? Да, и Бог каждому. Вот видите. Виноват. И пока партия доверяет мне службу правде, Ленина искажать, знаете ли, никому не удастся. Не выйдет. Простите. Ну, возьмите, работайте. Хорошо. Кому такая награда? Зараз доложу. Тебе борцу гнетущей тьмою. Это правда? Да. Ага. Хорошо. Привет горячий от души. Всегда идем мы за тобою и шлем последние гроши. Здесь дыхай. Вижу. Вот это мы обязательно напечатаем в нашей газете. Обязательно. Мы читали сигнал, что правде нужны средства. Ну и вот собрали и от нашего полка. Это очень хорошо, товарищи, что вы вашу газету не забываете. Вот, хлопцы, на усім фронте так казали. Ось кажем мешок, везите его до той, до правды. А назад у цим мешцы привезить нам мир. Осипа, но я. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мужик сия жита, женька каже мак. Хай будет так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, поближе садитесь. Поближе, товарищи. Поближе. Не так просто, товарищи. Молодец Дадьевич. Не так просто. После февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов, в руках скупщиков и мародеров. Вот в чем причины нынешних бедствий и в тылу, и на фронте. Ну, то требуем даты по бутылицей так, чтобы... Правильно. Правильно. То, что не было сделано в феврале, когда скинули царя, то должно быть сделано теперь, когда к власти придут большевики. И тогда мир? Да. Большевики предложат всем воюющим народам справедливый мир. Обязательно предложат. Ну, а там посмотрим. Ага. Так я уже и о себе скажу. Идите, выйдите. Рубить. Ага. Мы вот учить да поможемо. Вот так и кажеть товарищу Ленину. Ну, а почему бы вам самим не сказать это? Товарищу Ленину. А товарища Ленина можно видеть? А почему же нельзя? Можно. Иван Николаевич, почему это французы так горячить? Так же, союзнички. Они ведь поклялись воевать до последнего русского солдата. Увы. Теренция сепаратизма, обнаружившаяся в Финляндии, на Украине и в других частях страны, и нагадается преступными лозунгами по немедленному миру и самопределению народов. Лозунг большевиков о самопределении народов ведет государство к развалу. Единственный путь спасения. Полиция? Нет. И не может быть, я это утверждаю, такой партии, которая могла бы сейчас взять мать в свои руки и вывести страну из парархии. Есть такая партия? Ленин. Ленин. Какая партия, позвольте вас спросить? Это партия большевиков! Прекратить! Это смейшенную демагогию! Смеется тот, кто смеется последним! Арестовать! Всех не переарестуйте! Господа офицеры, за мной! Пойдемте, Владимир Ильич. Скил T circum! Получaquês участковым Ту vilarsun Товарище! Товарище! А як фона буде на счет земле? Землю надо отобрать у помещиков. Так и башманы дадут. Землю у них возьмут советы, где понадобится силы. Товарищ Ленин, вот товарищ Ленин, есть большевики, поддерживают временное правительство. А как? Это не большевики, это двурушники. Товарищ Ленин, а что, ежели временное правительство скажется заключить мир? Да. Дадим ему паши? На то оно и временное. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, Категорически, убедился, что айшевицкую демагогию никакими аргументами не опрокинешь, никакими. Здесь аргументация сильнее всяких слов. Не надо забивать, что ваше оружие и ваше мужество нам нужны для родной Грузии. Совершенно без спорта. Не сегодня, так завтра медведь сорвет на степи. Это же варвары и ченеги. Уедем в Грузию, организмом республики у нас будет наше правительство. Под протекторатом хотя бы, ну, христиан, все равно. Здорово. Большевики всеми правдами и неправдами рвутся к власти. Это верно, но приход их власти вызовет протест союзников, дипломатические осложнения. Отец послов великих держав. Пусть тогда поцарствуют, господа большевики. Ленин сегодня же будет арестован. Приказ уже подписан. Виноват, господин министр. Мы вынуждены занять этот зал. А что? Средни тревожные. Васильевский остров, литейные мосты. Забиты черни с красными флагами. Возможно, что это попытка переворота. Вот оно. Оказывается, что есть такая партия. Да. Его предосходительство приказал перевести разговор на самый понятный язык. Могут правительства. Могут правительства. Позвольте! Эй, капитан! Позвольте! Позвольте! КОНЕЦ КОНЕЦ Стой, стой! Стой! Осторожно, товарищи, осторожно! Давайте сюда Ага, так Это раненый с фронта, мама! Угай меня! Горячий водой! Скорение, кричи! Светланушка, ведь у меня сердце замерз! Осторожней! Боже мой, да что же это такое-то, господи, господи! Оставайтесь. Мне не так плохо. Львовка. 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 Дет. Дет. Что это он сказал? По своему зону. Спасибо, товарищ. Мне хорошо. Вот что пишет Керенский. Я читаю выдержки. Беспорядки в Петрограде были организованы. При участии агентов германского правительства. Руководители и лица, запятавшие себя братской кровью, арестовываются. К чему вы цитируете эту клевету? К чему? Владимир Ильич, мы одиноки. Против нации тут даже меньшевики, даже эцеры. Послушайте, не нужно никакой партии. Не нужно. Но все фракции требуют суда над нашей партией. Требуют ваши явки на этот суд. Ага. Вот что. Да-да. Это единственный выход из положения. Так. Но суд – это орган власти. А, несомненно. А где власть? Правительство. Ну… Его состав меняется ежедневно. Правительство бездействует, его нет. Действует военная диктатура. Отчасти. Абсолютно. Абсолютно. О суде смешно и говорить. Дело не в суде. Это эпизод гражданской войны. Пусть даже так. Но ведь суд будет гласным. Народ поймет. Мы считаем, что вам необходимый явитель Владимир Ильич. Ну, знаете. Ваше рассуждение редаческое. Редаческое. Что? Вот. Появите, наконец, что власти нужен мне суд, отправляя интернационалистов. Правильно. Засадить их и держать. Вот что нужно господину Кейнскому и компании. Совершенно верно. Понятно. Засадить. Не думаю. Революционное правительство… Я полагаю… Я полагаю… Вопрос исчерба. Владимир Ильич говорил весьма ясно и понятно. Да, но… Ясно и понятно для тех, кто хочет понимать. Ни на какой суд Владимир Ильич не пойдет. Послушайте. Мы полагаем, что явка Владимира Ильича нанесет смертельный удар контрреволюции. Да, 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 да. Чего это? Не знаю. Надо помнить и никогда не забывать, что второго такого Ленина у нас нет. Я, по крайней мере, в истории человечества второго такого не помню. А потому никому не позволительно распоряжаться его головой так это. Кроме партии. Какая гарантия, я спрашиваю вас? Какая гарантия, что те же юнкера, которые поведут на этот суд, не растерзают его по дороге? Ведь это же банда. Ну, так никто из нас не гарантирован. Ну, Волошин, вы можете не беспокоиться. Ваше поведение уже гарантия. Светланычка. Вот полюбуйтесь, Владимир Ильич, на всех углах расклеено. О чем мы уже предупреждали? Угу. Совершенно логично. Не пачкайте руку, Владимир Ильич. Давайте лучше уедем отсюда. Вы куда же теперь? А вам отсюда в какую сторону? Мы направо. Направо. Ну, а нам прямо? Прямо. Мы надеемся, что Владимир Ильич будет в безопасности. Вы можете не беспокоиться. Поскольку вы не будете знать его адрес, он будет в полной безопасности. Пойдемте, Владимир Ильич. А, Светланочка, ты с нами? Я не знаю, Владимир Ильич. А почему грустная? Я? У нее важные дела. Какие? Сердечные. Тоже. Полюбила там какого-то грузина. Это очень удачно. Это очень хорошо. Да. А вот маме не нравится. Вот это плохо. А как вы думаете, если я поговорю с мамой, я сагитирую ее, а? По-моему, вы обязательно сагитируете Владимир Ильич. Я поговорю с мамой. Обязательно поговорю. Ну, пошли. Вот эти твои, как гоголевские крысы. Пришли, понюхали и ушли. Да, да. Не правда ли хозяйка? Да. Пожалуйста, Владимир Ильич. Можно? И пойдемте сюда. К тебе, Светланочка. Угу. Ну, уже Спасюка. Люди новый хлеб да млинов везут. Куда? Это ж не сюда. Вот. А яблоки, какие зараз, Василий, а? Ведь солнце горячий, як бублики. Добра земляна в Украине. Эх, хороша Маша, да не наша. Вот когда отечество тебе родней матери станет, да даст землю, да волю, вот тогда и у тебя яблоками запахнет. Ну, а ежели какого недоброго соседа на этот запах потянет, так мы ему так нюхало напьем, что до новых веников не забудем. Шоколы буты. А вот и будет. Для этого и шестой съезд собираем, чтобы силы в один кулак собрать. Да этим кулаком кого следует по голове шандрахнуть. Такое время, Ильич. Георги, Георги. Да не гордый что ли? Да не гордый. О, Светлана. Ну я пойду, чтоб старуха не видала. Иди-иди. Вот и мой дом. А пришли через Пимик. И подождешься, Ершова. Хорошо. Здравствуйте. 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 Там еще кто? Там? Да. Там, знаете ли, знаменитый хирург. Доктор Уянов. Батюшки мои, да что же от тебя стуют, а? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Ага. Спасибо. Пожалуйста, руки мыть. Чего? Руки мыть. Руки? Пожалуйста. Доктор. Вы уж как следует посмотрите его, а? А может ему лучше уйти отсюда? А что? Политическое он. Да ну! Да, на демонстрации раненой. Большевик, что вы говорите? Нет, нет. Он человек тихий, только не наш он. Грузинец. Ай-яй-яй-яй. А я женщина больная. Чуть шум, чуть стук. Так вот, весь вот и оборвется. С пятого года это, как мужа потеряла. Доктор, может больному-то уйти отсюда? Да. Посмотрю, посмотрю. Посмотрите. Сюда, да? Да, сюда. Сюда, сюда, пожалуйста. 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 Вам лежать надо? Не могу я лежать, когда у нас такие гости. Здоровья. Вот и отлично. Но пока надо беречь себя. Это вас надо беречь. Нас миллионы, а вы один. Вот эти миллионы и дадут ответ на июльский расстрел. Ершов уже здесь, можно? Что? Ага. Ничего. Пора, Владимир Юрьевич. Владимир Юрьевич. Ехали бы к нам в Кронстад. Там, как за каменной стеной, будете. Повыдаете, товарищи, но пока такой нужды нет. Да, пока нет нужды. Командир Юрьевич, еще и новый. Вот что-то опекали. Поправляйтесь. Ну, крепче там. Есть. До свидания. Сейчас, сейчас. Одну минуточку. Видали? Видел. Ну, как? Поповыряется, но влюблен. Вот в том-то, вот и горе-то. Почему? Сразу видно, доктор, что вы не мать. Ну, а раньше разве не было видно? Да полностью, доктор. Ну, что в нем? Что? Рост точно думская колонча. Значит, видит дальше других. Увезет мою Светланочку. А отдавать не хочу. Грузинец он. Гарем у них. Что вы? Да, гарем. Гарем у меня. Гарем у меня. Мама засмеяла. Вот видите, когда Владимир Ильич смеется, то самая закоренелая душа может расставиться. Так вот, дорогая Мария Васильевна, не надо молодым мешать строить свою жизнь, новую жизнь. Ну, а сердце ваше как? Спасибо, отлегло. А вы знаете, доктор, ведь и без лекарства с вами очень хорошо. Ну вот видите. Право. До свидания, Мария Васильевна. До свидания, доктор. Что это? Деньги? Нет, денег я не беру. Да как же, доктор. Нет, до свидания, Мария Васильевна. Видали вы такого доктора? Такого? Нет, не видел. И, пожалуй, не увижу. Ну, до свидания, Мария Васильевна. На Светлану вы не сердитесь. До свидания, до свидания. Ось вы, ну як, мамаша. Ну как, можно, Владимир Ильич? Светлане выйти замуж. Бабушке нянчить внуков. Вот так доктор. Ну! Поехали. А я здесь валяюсь. Ничего, мешок довезет. Чего ж ты стоишь-то? Видишь, человек больной. Отдохнуть надо. Отдохни, сыночек мой. Отдохни, как дома. Вот так вот. Спасибо. Здоровья. Музыка. 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 Владимир Ильич. А, Яршов. Здравствуйте. Здравствуйте. Газету принес. Да, вот. И я здесь. Константин Иванов. Знаю. Для нас вы всегда, Владимир Ильич. Музыка. Садись, садись. У меня письмо к вам, Владимир Юрьевич. Письмо? Да, да. От Сталина. Да, да. Так. Хорошо. Съезд идет. Досадно, что без меня. Нельзя. Шпики Керенск у вас в каждой квартире ищут. И все-таки досадно. Ну, а как себя ведут на съезде наши друзья, советчики? Это кто? Каменевые компании. Ах, эти! Все вам интересуют. Где вы, да? Что вы? Ну, да разве кто скажет? Нельзя, конечно. Услужливый дурак, опаснее врага. Так, значит, съезд идет. Как при вас. Безусловно. Такой пламенный рулевой, как Сталин, поведет съезд прямо от цели. Он уже ведет. Владимир Юрьевич, это надо видеть. Я сейчас ему напишу. А сейчас ему нужно идти на Найхарно. Что вы? Я сейчас ему напишу. Я ему напишу. Так, вот. Я молодец. Яйца. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok И я бы сказал, что вынужденное отсутствие на съезде товарища Ленина Мы никому не позволим использовать провокацию Ибо вся наша работа проникнута духом, мыслями и решимостью Ленина Он здесь, он всегда и вместе с нами Мы всегда понимали и знаем, почему это временное правительство Господь Керенских церетелей тянуло и тянет на фронт И страдавшихся, измученных, зачастую безоружных солдат, на грабительские войны И цемерно называют защитой Отечества Добиваясь победой, этим путем они хотят укрепить власть капитала Доволь временное правительство, давай Керенскую компанию Но мы должны сказать Керенскому территорию Господа почтенцы, на этот раз не выйдет Не выйдет Несмотря на то, что угаром шагнизма, к сожалению Отравлены некоторые из сидящих здесь То, назовите Может быть я? Говорят, на горе шапка горит Но это, конечно, к вам не относится Мысли о том, что только Европа может указать нам путь Это старый, обвечалый предрассудок Значит, победа беспролетарской революции на Западе? Затвердила Сорока Якова, да и твердит про всякого Совершенно не исключена возможность Что именно Россия явится страной Пролагающей путь к социализму АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас необходима решительная борьба С временным правительством и с соглашательскими двурушеческими партиями Эти двурушеческие партии должны быть изолированы А почему? Да потому что соглашательство в революции всегда идет рядом с изменой Если до июльского расстрела не было возможно мирная победа Мирный переход власти к советам То теперь, после июльского расстрела, эта возможность безусловно исчезла И значит захват власти Да, совершенно верно Захват власти теми, кому она должна принадлежать А именно? Пролетариату и беднейшему крестьянству Значит силой? Да, вооруженной силой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это не марксизм, это бланкизм Разрешите вам заметить, уважаемый марксист Что есть марксизм догматический И есть марксизм творческий, революционный Так вот мы здесь на почве марксизма творческого, революционного АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли Что без свержения власти капитала Им не получить ни воли, ни земли, ни хлеба На силу ответят силой Ну, знаете ли, волков боятся в лес не ходить АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще, товарищам подверженным панике Лучше будет спрятаться АПЛОДИСМЕНТЫ Говорить теперь о мирном переходе власти к советам Это значит говорить впустую Ради забавы Мирный период революции кончился Наступил период схваток и взрывов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пожалуйте! Монье, Монье, Фельдвей! Нам еще за генералом надо заехать, черт бы его взял! Скорей, Шопер, скорей! Счастливо, счастливо! Эх, разбегается народишко! ПЕСНЯ Ну а дядя, а кто морская? Там, дальше! А ты чего стоишь? Перементолку ищем за новую жизнь! Добрый вечер, вернее, не добрый вечер. Если бы мы послали сюда один экспедиционный корпус и один генерал, мы восстановили бы дисциплину. Еще не поздно. Поддержите лучших людей этой страны, и мы сюда еще вернемся. Не теряя ни одной минуты, распределить силы, призвать верные полки и вооруженных рабочих. Занять все пункты вооруженные борьбы, а курить Александринку, занять не пропал, во что бы то ни стало. Вы, товарищ Медошаурий и Несов, захватите мосты у Зимнего, захватите и удержите. А вы, товарищ Медошук, берите отряд и идите на телефонную станцию. Займите ее. Действуйте решительными. А ну-ка, хозяйка, вытащите мандаты нашим командирам, веру пролетарского отряда. Арестовать временное правительство. Арестовать, не теряя ни одной минуты. Погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центру города. Есть. Ну, поздравляю тебя, мой родной, товарищ командир. Кварнштадт! Кварнштадт! Помните, решается судьба революции. Носите с достоинством звание командиров революции. Это наши, Савроры! Пьем по Зимнему! Какое зарево! Это великое зарево. А ну а зарево! Это сми! ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ